Сменяются поколения, но шедевры, рожденные на Масловке, остаются жить. Московский Монмарт, так называют район столицы, уникальный оазис быта и творчества художников, который возник на улице Верхняя Масловка в 30-е годы прошлого века. Новая выставка художники Масловки, которая открылась в музее Аркадия Александровича Пластова, посвящена тем, кто работал там и творил. На Верхней Масловке была мастерская Аркадия Александровича Пластова. Он там работал. В Москве он получил мастерскую еще до войны, еще в конце 30-х годов. Конечно же, там работали его друзья, знакомые. Со многим он так или иначе соприкасался на разных выставках, академиях художеств. У нас на выставке представлено 30 работ этих живописцев. А так, конечно же, за годы истории этого квартала Масловка, советская такая живопись, да, там, конечно же, в этот период сотни работали художников. Выставка охватывает период с конца 1920-х по конец 1980-х годов. Самая ранняя работа «Последняя речь Фрунзе» относится к 1925-му году. Ее автор – живописец и поэт Павел Радимов. Он внес весомый вклад в художественную жизнь Казани и городов Поволжья. Яркий портрет матроса Кочегара принадлежит кисти советского живописца Федора Богородского, большинство известных картин которого посвящено революционным матросам. Центральное место в первом зале выставки занимает работа Георгия Низского. Он был одним из самых известных художников советской эпохи. Являлся создателем направления в живопись «Суровый стиль». Его ключевыми принципами стали индустриализация, прославление тяжелого физического труда, натуралистическое изображение сельских картин без налета романтики. Художник Георгий Григорьевич Низский, он еще известен тем, что он был такой очень мастер ландшафтного пейзажа. Вообще он сам очень любил путешествовать, где он только в советские годы не бывал. И очень любил он марины, это морские пейзажи. Он, вы знаете, у него даже была спортивная яхта. Это редкостный случай для художника. Конечно, в экспозиции есть работы народного художника СССР Аркадия Пластова. В небольшой мастерской в первом доме на Масловке он жил месяцами, причем в достаточно аскетичных условиях. Практически все наиболее известные работы художника были созданы в этой мастерской. «Синокос», «Жатва», «Фашист пролетел», «Весна». На выставке находится одна работа его сына Николая Аркадьевича и его невестки Елены Холодилиной Пластовой, которые тоже частенько работали в мастерской на Масловке. Сообщество Масловки было необычным еще и потому, что именно художники становились первыми зрителями и критиками новых работ друг друга. Аркадий Пластов, не показывавший неоконченных произведений, делал исключение для соседей по мастерским. Так картины «Синокос» и «Жатва» первыми увидели масловские художники. На выставке впервые представлена работа патриарха отечественного искусства, народного художника России Виктора Ивановича Иванова. В этом году ему исполнится 100 лет. Он родился в 1924 году, прошел ступени образования, Московский Суйковский институт, где как раз еще студентам, когда он обучался, первые послевоенные годы, им была написана вот эта замечательная работа «Нина и Танюша», такая тема материнства, детства. Причем написана она в таком духе поля Сезана. Это значит такой ранний кубизм, черты этого влияния здесь прослеживаются. На выставке также можно познакомиться с книгой «Масловка. Городок художников», одним из авторов которой является Татьяна Пластова, искусствовед и жена внука Пластова Николая. Она рассказывает об истории создания городка художников, который не имел аналогов в мире. Это объединение помогло многим творцам, лишенных заработков, мастерских и жилья, самоорганизоваться и продвигать советскую идеологию на холсте и в скульптуре.